Всем привет, меня зовут Макс, вы на канале Fragrantius и сегодня в рубрике ретроспектива мы поговорим о классическом парфюме от бренда Давидов, который называется Zino. Также сравню его с парфюмом Tom Ford Bode Jour и парфюмом Jacques Zolte. Поехали! Итак, друзья, прежде чем начну делать обзор, хотел вам сообщить, что у меня есть замечательный, неповторимый, уникальный, одноименный телеграм-канал Fragrantius, на котором есть много всего интересного того, чего нет на ютубе, поэтому обязательно заходите, осматривайтесь, если понравится, подписывайтесь. Также хотел вам сообщить, что сегодняшний обзор проходит при поддержке интернет-магазина косметики и парфюмерии Рандеву, это значит, что парфюм из сегодняшнего обзора, а также любые другие парфюмы вы сможете купить в интернет-магазине Рандеву по ссылкам в описании к этому обзору, также вам в подарок мой именной промокод 10MAXIMUS на все покупки на сумму от 2500 рублей в магазине Рандеву. Эпиграфан, к сегодняшнему обзору я хотел бы процитировать Высоцкого. Ой, Зин, не трогай Шурина, какой не есть, а он родня, сама намазана прокурена, гляди, получишь у меня. Я могу ошибаться, но примерно вот такая была там, так пелась в песне. Зина, конечно, у нас в данном случае это вот эта вот Зина, а Шурин у нас это вот этот вот Бодежур. Ну, вопреки, как поется в песне, Зина Шурина все-таки трогать сегодня будет. Для чего сразу, те, кто впервые на моем канале, сразу хочу сообщить, для чего я собираюсь, как это говорится, лохматить бабушку и делать обзоры на классические парфюмы. При взгляде на меня, на мой возраст, наверняка некоторые подумают, что сейчас начнется какая-нибудь нудятина из категории, что вот раньше была трава зеленее неба голубей. И дед сейчас нам будет рассказывать про свои любимые парфюмы молодости, в которых он там соблазнял женщин, будучи молодым, на своем тестостероновом пике. Но сразу хочу вам сказать, что у меня нет ни малейших вообще интенций, намерений делать что-то подобное. И говорить об этом парфюме я хочу лишь исключительно в контексте сегодняшнего дня. Насколько это релевантно, насколько это уместно и насколько это вообще интересно носить сегодня вот такие вот парфюмы Давида в Зина. И как вы уже наверняка догадались из названия ролика, Давида в Зина является папой Том Форда Бодежур. И я этим хотел еще развеять один такой устоявшийся, сформировавшийся миф в парфюмерной среде, что Том Форд это такое вот яркое солнце в этом небе, такой бог, которого уже при жизни отлили в бронзе, высекли в граните. Такое неприкасаемое божество, которое делает исключительно оригинальные шедевры, неповторимые уникальные парфюмы. И когда говорят о Том Форде в превосходной степени, естественно, всегда говорят, что это не какой-нибудь манталь, воришка и эпигон. У Тома что не парфюм, то стейтмент, мощнейшее высказывание, что такое уникальное, неповторимое, оригинальное. Но это я говорю не для того, чтобы вот так показать пальцем и сказать, я его вычислил, он украл этот парфюм у Давида в Зина. Я говорю это лишь для того, чтобы еще раз озвучить свою мысль, которую я озвучиваю так или иначе из обзора в обзор, что в парфюмерии ничего ниоткуда, из ниоткуда не появляется, им никуда не уходит. И даже у самых инновационных, таких современнейших, ни на что не похожих по звучанию парфюмах, таких как, например, Энцелад и Ганимед, даже за ними стоят прототипы. То есть, я к чему это говорю, что все повторяется и все друг у друга копируют в той или иной степени. Ну, конечно, когда речь идет о копировании или клонировании или воровстве в контексте Тома Форда, конечно, эти вот слова всячески избегают. И когда это касается Тома Форда, всегда говорят, что это, ну в крайнем случае, что это оммаж одного гения другому. Это Ода Тома Форда, великому Мишелю Альмираку, автору Давидова, Давидов Зина. Теперь непосредственно о парфюмах. Сразу хочу сказать по поводу жанра. Это фужер и это классический лавандовый фужер. Лаванда это, наверное, один из самых знаковых вообще ингредиентов для французской парфюмерии. И лично у меня лаванда неизбежно ассоциируется с Францией, со всем французским. И когда в парфюме есть лаванда, это вот первый признак, что это прям вот Франция, что это французский парфюм. Итак, Давидов Зина. Парфюм был выпущен в 1986 году. Парфюмер Мишель Альмирак. Верхние ноты розовое дерево, лаванда, мускатный шалфей, бергамот. Вот средние ноты роза, герань, жасмин, ландыш. И базовые ноты пачули, сандал, ваниль и кедр. Наверняка, если сравнить вот с бодежур, вы заметите расхождение в пирамидах. В частности, в бодежур нет розы, нет ландыша и жасмина. Но вместе с тем на старте это абсолютно идентичные парфюмы. Да я думаю, даже экспертам, если вот нанюханным, опытным людям дать понюхать вслепую, то отличий не найдет никто. Сразу же со старта слышно, что это лаванда, что это лавандовый фужер. И, конечно же, сразу моментально это переносит во Францию. Лаванда и старт это такой очень взрывной, освежающий и исконно такой мужской. Сразу вот после нанесения понимаешь, что это классика, мужская классика. И таких парфюмов, вот такого профиля, вот лавандовых фужеров, их еще называют барбершопными, пахнет парикмахерской. Их на самом деле десятки. И это уже своего рода такой вот тоже, с одной стороны, печать эпохи на нем лежит. Но, с другой стороны, не назовешь никак этот парфюм ретро или каким-то устаревшим, потому что это классика уже. И с этим не поспоришь. И такие вещи, они звучат абсолютно релевантно и созвучно времени даже вот в наши дни. Пахнет со старта, это, конечно же, лавандой. Очень красивые, терпкие ноты герани, розмарина, легкая белоцветочность, которая ничуть его не феминит, не уводит в женскую сторону. Не заявлен у Давида Взина дубовый мох, но все-таки у него абсолютно такая мшистая и почулистая мшисто-древесная база. Абсолютно мужская. И вот этот вот контраст между лавандой, некоторой легкой белоцветочностью, геранью зеленой, терпкостью розмарина и вот этой вот брутальной мужской базой. Из дубового мха, кедра, почули и, конечно, делают его абсолютно таким золотым стандартом мужской парфюмерии, который будет, всегда был, есть и будет. И не просто так Том Форд решил вот это дело все переиграть на новый лад, потому что такие вещи, они всегда были, есть и будут. И всегда был на них спрос. Это абсолютная мужская классика. Чем же отличаются вот эти парфюмы, если их вот сравнивать напрямую, в чем отличие? Отличия все-таки есть. И я бы так сказал, что Бодежур это Давидов Зина на стероидах. Это такая разогнанная до космических скоростей, до такой максимальной стойкости и шлейфа версия Давидов Зина. И если вот отслеживать после нанесения, если старт у них одинаковый, то уже где-то через час ты начинаешь понимать, что это просто вот, я называю это из категории таких вот парфюмерных чужих, которые на тебя напрыгивают и уже с тебя не слезет. То есть вот чтобы отмыться от Бодежур понадобится уже душ, виходка намыленная и вот место нанесения тереть, потому что это экстремальная стойкость и шлейф. И кстати, если говорить помимо технических параметров, то в базе тоже есть отличия. Вот эта версия гораздо более землистая и мшистая. И тут даже уже не дубовый мох, а что-то именно вот уже, как это модно назвать, тинктура земли, пахнет землей. Вот в глубокой базе есть у Бодежур вот эта вот землистость, от которой, если вот напрямую понюхать, даже подпершивает, першит слегка в носу. Также он отличается, он сладит. Это не бобы тонко, это не ваниль, но вот что-то вот такое вот сладковато есть. Если вот тут вот просто такая вот горечь, зелень, мшистость, терпкость, розмариновая, то здесь еще добавляется сладость. Это тоже принципиальный момент. И, пожалуй, здесь еще присутствуют современные амбра материалы и мускус, потому что эта штука, она более такая телесная и более, как бы так сказать, пышная. И вот этот вот уровень телесности, он повышается за счет современных вот этих вот материалов. Но, опять же, это вот только все при прямом сравнении. Если их не сравнивать напрямую, то отличия минимальны. Что я выберу между ними? Ну, конечно, вот фанаты такой лютейшей стойкости и шлейфа, конечно, выберут Бодежур. У этого парфюма, у него более натуральное и естественное звучание, потому что, конечно, когда сравниваешь, то понимаешь, что вот эта вот такая нескончаемая стойкость, она уже из разряда таких, ну, не сказать, что химозных, но это уже противоестественно просто. Это уже больше, чем вот классический фужер, это такой современный уже стероидный парфюм, который будет сидеть на вас до самого душа. Поэтому те, кто любит, чтобы прям вот сутками, 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 сутками и сутками и с утками, современными женщинами, то, конечно, вот этот вариант, он более предпочтительный. Вот это, конечно, больше как классический мужской одеколон, взрывной старт и далее плавное такое натуральное раскрытие и красивая такая, неназойливая, но вполне заметная база. В часах я не измерял, небарское это дело, но это абсолютно стандартный такой классический мужской одеколон, стойкий, шлейфовый, все замечательно. Это экстремально стойкий, экстремально шлейфовый, плюс вот, как я уже сказал, повышенная такая мшистость, землистость и некоторая сладость в базе. У меня он создает некоторое такое ощущение противоестественности и химозности, но лишь при прямом сравнении. Я их обоих очень люблю, они у меня оба в коллекции есть, обоими я пользуюсь, так или иначе, ну как, когда как. Важный момент, цена. Вот эта штука сейчас на рандеву в районе там трех с половиной тысяч с моим промокодом, ну чуть больше трех тысяч. Вот эта штука, она стоит за соточку в пять раз где-то примерно дороже. Поэтому думайте сами, решайте сами, как говорится, иметь или не иметь. Вот. Что касается вот этого товарища, Жак Золоти, Жак Золоти, это тоже представитель вот этого направления лавандовые фужеры, но Жак Золоти, он решил пойти по более сложному пути, это по-моему одиннадцатого года парфюм, я не помню уже, или 2007. Он решил не копировать Давида Взина, и это более такая, я бы так сказал, соленая и минеральная версия Давида Взина. Он не такой пышный, в нем не чувствуется такая ярко выраженная цветочность и терпкость розмарина, он поспокойней, но у него есть приятная такая соленость и минеральность, и мне тоже очень нравится, как он раскрывается. Тоже абсолютный такой стиль класс и мужская классика, которая просто под костюм, это абсолютно незаменимая штука, и я тоже его очень люблю. Вот. Вроде бы все сказал, на этом все, дорогие друзья, благодарю за внимание, и до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok